Здравия всем дорогие друзья, в данном ролике поговорим о богине Морриган. Морриган в ирландской мифологии богиня войны и смерти на поле боя, которая помогала племенам богини Дану в обеих битвах при Мойтуре. Ее имя переводят как Великая Королева или Королева Призраков, что полностью соответствует ее природе. Морриган можно воспринимать и как отдельное божество, и как своего рода трипостасную богиню, отождествляемую с другими богинями войны – Махой, Батп и Немайн. В мифологии ирландских кельтов Морриган была одной из целой группы ирландских богинь-воительниц. Ее можно воспринимать и как отдельное божество, и как своего рода трипостасную богиню. Сама богиня участие в битвах не принимала, но непременно присутствовала на поле боя и использовала все свое могущество, чтобы помочь той или иной стороне. Роль Морриган в ирландской мифологии очень похожа на роль Валькирии в скандинаво-германской космологии. И Морриган, и Валькирия используют магию для того, чтобы наложить оковы на воинов и выбрать того, кто из них погибнет. Морриган также ассоциировалась с сексуальным началом и плодовитостью. Последний аспект позволяет отождествлять ее с матерью-богиней. Кроме того, Морриган в легендах приписывается дар пророчества и способность изрекать всевозможные заклинания. В качестве богини-воительницы она помогла богам Туата, Деданан на поле боя в обеих битвах при Мактуэрет. Ее сексуальность подчеркнута в легендах о Кухолине. Когда она пыталась соблазнить героя, но была отвергнута им, отчего в ее сердце вспыхнула ревнивая ненависть к Кухолину. Культ Морриган сопровождался магическими ритуалами и кровавыми обрядами. Обычно Морриган изображали облаченные воинские доспехи и держащие в каждой руке по копью. Ее боевой клич был грозным и громким, как клич десяти тысяч воинов. Иногда представала в облике любвеобильной красавицы в длинных зеленых одеждах, которая вдохновляет героев на подвиги, помогает им и с помощью своих чар предрешает исход битвы. Кроме этого, обычного для богини обличия она принимала облики вороны, угря, водорослей, волчицы, красной телки, коровы, покалеченной старухи и являлась в образе черноволосой девы, стоявшей одной ногой на правом берегу реки, а второй – на левом. Морриган в мифах часто стирает окровавленные одежды и снаряжение воина, которому вскоре суждено умереть. Обыкновенно Морриган можно было видеть после битвы, подбирающей мертвых воинов. Любимым обличием Морриган в «Магических превращениях» была ворона. Именно в таком виде она уселась на плечо героя Кухолина, после чего тот пал в бою, сражаясь против армии королевы Мэтт. Ведь в свое время Кухолин не только отказал Морриган в любви, но и в гневе даже нанес ей рану. Это и решило его судьбу. Очевидно, Морриган играет роль вдохновляющей мужчину на подвиге женской фигуры, вроде Валькирии, которая не сражается сама, а действует магическим путем. Ее способность вызывать боевую ярость, как в случае с Нуадом, или иссушать кровь, то есть отбирать жизненные силы и энергию, поднимать моральный дух, указывает на ее связь с психикой воинов. Поэтому нетрудно распознать в Морриган аниму героев. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте переходить по ссылке в описании и подписываться на меня вконтакте. Также по ссылке в описании вы можете поддержать наш канал своими пожертвованиями. Всем добра, любви и процветания. До новых встреч!